Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале FIFA by Girls, с вами Марина, и сегодня у нас дебютная рубрика под названием FIFA познавательная. Вкратце, здесь речь пойдет о реальном футбольном клубе, каком-нибудь. Сегодня, например, в данном выпуске речь идет о Sheffield Wednesday, одном из старейших клубов английской лиги. И также, помимо небольшой вводной истории, я посмотрю, как обстоят дела у Sheffield FIFA 22. Сейчас вы все поймете, полетели. Каратенечко немножко об истории. Sheffield Wednesday, полное название футбольный клуб Sheffield Wednesday. Это профессиональный клуб из Sheffield, графства South Yorkshire, один из самых старых и титулованных клубов в Англии. Основан в 1867 году под названием Wednesday, а в 1929 году был переименован в Sheffield Wednesday. Клуб является четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка Англии и обладателем Кубка Футбольной Лиги. В настоящее время выступает в Лиге 1, третьим по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Домашним стадионом команды с 1899 года является Хилсборо, вмещающим более 34 тысяч зрителей. Традиционным соперником команды является другой клуб из Sheffield, Sheffield United, против которого разыгрывается дерби стального города. Прозвище Совы, The Owls, основан, как я уже сказала, в 1867 году, владелец клуба Дежилхон Чан-Сири, главный тренер на данный момент Даррен Мур, капитан Барри Беннон. Могу сказать еще о том, как проходили взлеты и падения этого клуба. Sheffield Уэнсдей провел большую часть 1980-х и 1990-х годов в верхнем эшелоне английского футбола. И сезон 1991-й стал единственным за 16 лет проведенным командой в низшем дивизионе. Но тот сезон остался в памяти болельщиков. Уэнсдей вернулся в высший дивизион под руководством Рона Аткинсона и выиграл Кубок Лиги. Первый трофей более чем за полвека. В финале обыграв Грозный Манчестер Юнайтед 1-0. Этот кубок остается последним в истории английского футбола, который выиграл клуб не из премьер-лиги. Ну, согласитесь, классное достижение. Давайте посмотрим на достижения. Чемпион Англии 4 раза. 1902-й по 3-й, 1903-й по 4-й, 1928-й по 29-й и с 29-го по 30-й. Вот в эти года 4 раза становился чемпионом Англии. Чемпион футбольного альянса 1889-й по 90-й. Чемпион 2-го дивизиона 5 раз. 1899-й, 1900-й, 1925-й по 26-й, 1951-й, 1952-й, это сезоны я вам называю, 1955-й, 1956-й и 1958-й, 1959-й. Обладатель кубка Англии 3 раза. 1895-й, 1996-й, 1907-й и 1934-й, 1935-й. Обладатель кубка футбольной лиги 1990-й, 1991-й. Один раз становился. А обладатель суперкубка Англии, это 1935-й год и обладатель суперкубка шерифа Лондона, я не знаю, что это, 1905-й год, если верить Википедии, я думаю, стоит верить. Шеффилд-Вензлей является единственным в лиге клубом с днем недели в названии. Причина, по которой матчи крикетной команды проходили в среду, была в том, что команда формировалась из местных мясников, которые по средам рано освобождались. Клуб был ранее известен как The Wednesday Football Club до 1929 года, когда он был официально переименован в Шеффилд-Вензлей Футбол Клаб по предложению менеджера Роберта Брауна. Клуб иногда еще называют просто The Wednesday, однако название Шеффилд-Вензлей восходит к 1833 году. На домашнем стадионе клуба Olive Road на опорах крыши была надпись «Шеффилд-Вензлей». Изначально прозвище команды были «Клинки» – «The Blades», общее прозвище для клубов из Шеффилда в 19 веке со специализацией промышленности города на изделиях из стали, но в настоящее время это прозвище закрепилось за главным соперником выезда из Шеффилд-Юнайтед. И в начале 20 века, когда талисманом клуба стала «Сова», в честь стадиона клуба в Уолертоне, клуб стал известен как «Совы». Сайт клуба на ваших экранах. Я могу сказать только, что ничего примечательного, ну вот абсолютно. Сайт как сайт. Сайт сквада, командочки, состава команды, ну, знаете, не очень мне понравился. Хотелось бы каких-нибудь фотографий что-ли побольше или каких-то движок, интервью, видео, ну не знаю. Ну, в общем, понятно, им сейчас не до этого, они плетутся в первом дивизионе, в первой лиге, ну, о чем мы говорим. Сейчас по турнирному положению они занимают, между прочим, восьмое место. А теперь самое главное. Переходим к FIFA 22. Ребят, посмотрите, здесь вводная информация, мы видим трансферный бюджет, форма домашняя, гостевая. Мы видим, что нет лицензированного стадиона. Финансовые ожидания руководства очень высокие. 4,6 миллионов у них бюджет, ну, если верить в FIFA. Мне кажется, на самом деле это немножко не так, но это не важно. И переходим к составу команды. Вот, посмотрите, выводы делайте сами. На мой взгляд, очень похож. Вот этот вот их главный, я так понимаю, вратарь на сегодняшний момент. Бейли Пикок Фаррелл из Северной Ирландии. Он в аренде из Бёрнли. 24-летний. Статы я вам сейчас его покажу. Я не буду на этом заострять внимание, просто прокручу, если что, делайте паузу и посмотрите. Камерон Доусон. В аренде на данный момент находится в Экзетер-Сити. Я так понимаю, это он. Ну, судя по фоткам, не очень похож. Опять же, сейчас все прокручу. Товарищ, следующий нас интересует. Его остатки на ваших экранах по фотографии, ну, более-менее. Джо Уитт Смит. Джейден Браун. Ну, что-то есть схожее. Ну, такие рейтинги, конечно. Доминик Иорфа, дамы и господа. Ну, я думаю, более чем знакомое лицо для вас. Выступает в Шеффилде. Склонный к травмам. Че Данкли. Ну, прической похож. Борода есть. В принципе, они сделали похожими. Товарищей этих. Ну, вот прям Game Face. Я пока, я думаю, у первого Пикака Фаррелла мы увидели. Джордан Стори. Он в аренде. Из Престона. Играет в Шеффилде. Его фотографии я не нашла на сайте их. И, возможно, что обновились команды недостаточно верно. Хотя я обновляла вот прям день в день. Льюис Гибсон. Ну, вообще не похож. Абсолютно. Вот только пробор, наверное, на тот бок, на который должен быть. Но все же. Game Face нет. Кеннон Бреннон. Ирландец. Опять же, без Game Face. Но хотя бы, вот, ребят, если смотреть, цвет волос совпадает. Уже хорошо. Jack Hunt. Вообще. Абсолютно нет. Lion Palmer. Ну, вот уши. Хоть бы уши сделали похожими. Но нет же. Нет и нет. К сожалению, никак не похож. Massimo Longo. Австралиец. Прической. И борода. На тот момент ее было больше. Sam Hutchinson. Без бороды. Но вот что-то есть. Мне кажется, даже Game Face у него есть. Ладно, это номер два, у кого Game Face я увидела, как мне показалось. Marvin Johnson. Нет, нет и еще раз нет, хотя у них такие лица нестандартные, как будто Game Face, но он не похож. Но статуи неплохие. В аренде Alex Hunt. В аренде Alex Hunt. Про него нет никакой информации на сайте. Я не нашла, по крайней мере. И нам это значит неинтересно. Фисайо Дели Баширу. Как-то так, наверное, читается. Нигериец. Нет, не похож. Джордж Байерс. Смотрите, они даже сделали ему прическу такую же. Ну, это да, Game Face здесь есть. Льюис Винг. Нет, нет и еще раз нет. И у всех какие-то статы, но у нескольких только зелененькие, у остальных все желтые. Барри Беннон, дамы и господа. По-моему, он играл когда-то в Остон Вилле в сезоне, наверное, 14-13, что-то такое. Сейчас ему 31 год, шотландцу. И он под десятым номером капитанит в этом клубе. Естественно, он с Game Face. Ну, тут на фотке он прям совсем олдово выглядит. Со всякими плюхами, приколюхами здесь ему таланты добавили. Отлично. Денис Адениран. Адениран. Ну, без Game Face, чувак. С неплохими статами. Джейден Онэн. Вот опять же, вот этого парня я не нашла. Он числится под 43-м номером, но на сайте про него ни слова нет. Наверное, уже куда-нибудь отправился. Либо в молодежь бегает. Саидо Бераино. Ну, из Бурунди. Парень. Я думаю, вы про него знаете. Естественно, с Game Face человек. Естественно. Чувак достаточно известный для АПЛ. Уже сбитый летчик, но в Лиге 1 играет. Натаниэль Мендес Лэнг. Вот, кстати, на фотке он не вкачок невероятный, типа Адам и Трауре, но на его модельке я этого не увидела. Сила Соу. Вообще не похож, абсолютно. Голландец. Оламиде Шодипо. Ирландец. Он в аренде. Так он принадлежит футбольному клубу. Кюпиар, по-моему. Опять же, Game Face. Ну, только прически. Ну, кстати, вот они молодцы, Ешники, что они прически делают похожие. Да, с лицами не стали заморачиваться. Кореде Абеддуин. Наверное, так читается этот нигериец. Даже светлее, мне кажется, волосы. На самом деле, у него такие совсем темные волосы. Но вот он здесь светлый. Флориан Камбери. Албанец. Арендованный, похож, но как Корина невероятно. Как мне показалось. Но, опять же, по Game Face судить вам, но, по-моему, нет. Ну, кстати, у него есть три таланта. Ли Грегори. Это уже ветеран клуба без Game Face. Каллум Паттерсон. Ребят, ну, точно вы его где-то видели. Я видела точно. Играл в ВПЛ, в чемпионшипе 100%. Он с Game Face, естественно. Естественно, этот ветеран с Game Face. Хотя ему, он может быть и не ветераном, кстати. 26 лет. Не-не-не, просто он выглядит так на 30 с плюсом. Джош Виндос. Ну, опять же, проборы на месте. И это самое главное. Изучили мы весь состав с вами. Посмотрели Game Face. Вот на ваших экранах FIFA какую схему дает. В 5 защитников они играют. 3 ЦПшника и 2 нападающих. Без флангов практически. Ну, наверное, у них левый и правый экранные защитники подключаются. Напишите, ребят, играли ли вы за Sheffield карьеру? Может быть, не в этой FIFA, не обязательно. И какие игроки вам знакомы? Мне кажется, вот в таких лигах, начиная с лиги 1, 2 и ниже, там все очень-очень так жестко. Там игроки постоянно меняются. Ну, вряд ли они там задерживаются надолго. Мне так кажется. Если вам понравился данный контент, данная рубрика, я жду от вас активности. И напишите, также оставьте комментарий, кого бы вы хотели, чтобы следующим я показала вам. Не обязательно это будет английская лига, можно вот все, что представлено в FIFA. Мы посмотрим их сайт, мы посмотрим их фотографии, сравним с реальными лицами, посмотрим схему. Может быть, что-то добавить надо. Может, какие-то матчи поиграть. Вы мне напишите. Я надеюсь, вам понравилась эта рубрика. Жду, опять же, от вас какого-то ответа, ответной реакции. И благодарю всех, кто сейчас смотрел ее. Надеюсь, она вам по душе была. Ну, а также на моем канале есть карьера за футбольный клуб Тулуза и Манчестер Юнайтед, которые навсегда в моем сердце. Смотрите и наливайте перед этим чаечек, кофеечек и печеньки, и пряники берите. Ну что ж, ребята, спасибо вам большое. Надеюсь, вам было комфортно, уютно. И увидимся в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok